Время новостей на телеканале ЛАБА в студии Людмила Никонова. Здравствуйте! В этом выпуске. Правовые и имущественные вопросы в администрации Лабинского района начались обучающие семинары для глав и специалистов поселений. Участников патриотической экспедиции на Перевалят-Запш наградили. От имени главы района благодарственные письма вручил первый заместитель. Подготовка к крещению началась. Городская администрация занимается вопросами оборудования купели. Уровень профессионализма глав поселений и специалистов администрации решено повысить. В администрации Лабинского района начались обучающие семинары. Первый посвятили вопросам правового обеспечения и имущественных отношений. Главы и юристы поселений внимательно записывают за начальником правового управления новое в законодательстве. К сожалению, специалисты с юридическим образованием есть не везде. Особенно в отдаленных станицах района ощущается дефицит кадров. И хоть в рамках 131-го федерального закона поселения стали самостоятельными, районное правовое управление готово прийти на помощь администрациям. Они и так самостоятельны и они вправе решать все вопросы, которые им отнесены к их полномочиям самостоятельно. Мы просто с ними заключили в 2014 году соглашение о том, что в связи с тем, что у них небольшое количество служащих, сельские поселения, не такие большие, мы готовы им оказывать определенную помощь методическую, консультативную, какую-то иную помощь. Когда они видят при составлении какого-то правового акта, видят, что у них что-то не получается, либо у них какие-то есть сомнения, они вполне спокойно могут либо позвонить, либо приехать лично с документами к специалистам, ко мне лично обратиться. И мы разбираем с ними все эти вопросы и помогаем им подготавливать документы. Но эти документы являются правовыми актами именно администрации сельских поселений. Первый семинар, а таких в Лабинском районе еще не было, посвятили исполнению законодательства об общих принципах организации местного самоуправления, вопросом взаимодействия администрации городского и сельских поселений в рамках 131-го закона. Изучили особенности разработки и принятия административных регламентов. Год на год он как бы не приходится. И требования, которые возникают по ходу нашей жизни, по ходу нашей работы, они зачастую бывают и противоречивые, и не совсем, как говорится, достаточно понятные на первый взгляд. Но потом, когда начинаешь заниматься поглубже всеми этими вопросами, то начинаешь понимать, что первостепенность их решения, она вполне обоснована. Много вопросов, которые требуют тонкого и правильного юридического понимания тех позиций, которые обоснованы в тех или иных постановлениях или в законах. Глубже и глубже изучается право, которое является законом, и хорош он закон или плох он закон, он должен выполняться. Александр Сачиков поинтересовался у глав, какие они испытывают затруднения в исполнении полномочий. Помимо вопросов правового обеспечения, в программе семинара подведение итогов проделанной работы в 2015 году и задачи, которые в этом году ставит Управление имущественных отношений Лобинского района. Основным вопросом, конечно, и основополагающим в доходной части бюджетов поселения являются неналоговые доходы. В связи с изменениями в земельном законодательстве в марте 2015 года, которые вступили, очень многое изменилось именно в порядке предоставления земельных участков и в порядке распоряжения, пользования и владения земельными участками. Вот как раз об этом мы и хотели бы довести до поселения все эти нововведения и наметить планы и мероприятия, которые нам необходимо будет выполнить в 2016 году для достижения плановых показателей поступлений в консолидированный бюджет крайней налоговых доходов. Имущественное управление также оказывает помощь поселениям, и консультативная работа продолжится. Нами в рамках взаимодействия с поселениями намечен следующий план мероприятий. Мною издан приказ о закреплении сотрудников моего подразделения управления мощных отношений за каждым поселением. И мы, естественно, будем им оказывать помощь на основании мартовского соглашения 2014 года об оказании консультационно-методической помощи в плане подготовки документации, в плане разъяснений всех непонятных поселениям вопросов. Будем выполнять поставленную задачу совместно с ними, однозначно. Ну а на этом семинаре главы и специалисты администрации поселений получили информацию по основным проблемным вопросам, возникающим при администрировании неналоговых доходов. Также рассмотрели изменения в земельном законодательстве, основные вопросы, возникающие при выполнении полномочий поселениями в области земельных отношений. Обучающие семинары продолжатся по всем направлениям деятельности органов местного самоправления. Всего их запланировано 8. Во время этой встречи заместитель руководителя главного управления МЧС по Краснодарскому краю представил главе района нового начальника 5-го отдела Федеральной противопожарной службы. На эту должность назначен Михаил Колотко. Администрация города провела выездную планерку на Алабе, где обсудили готовность службы к проведению предстоящего праздника Крещения Господня. На совещании обсудили основные вопросы. Присутствовали представители городской администрации, отделы МВД, войскоучастие 3219, ЦРБ, аварийно-спасательного отряда, казаки и другие. Подробнее Татьяна Щукина. Крещение Господне – очень почитаемый среди православных христиан праздник. Для многих жителей Лобинска стали обязательными крещенские купания. А для властей главное в этот день – обеспечить безопасность граждан. Поэтому на выездном совещании обсудили все необходимое для того, чтобы праздник прошел без непредвиденных ситуаций. Постараемся организовать так же, как и было все предыдущие годы, стабильно. Попытаемся организовать купель в том же месте. Хотя сейчас и вы видите, что река преподносит свои сюрпризы. Но праздник будет проведен. Купания в этом году, как и всегда, будут организованы справа от моста, что соединяет Лобинск и село Вольное. В районе места купели подготовят удобный спуск к реке и специальные трапы для схождения в воду. Также установят палатки для обогрева и переодевания. Здесь же разведут полевую кухню. Горячим чаем обеспечат всех желающих. А вот на машинах подъехать к месту купания не получится. Проезд ограничат, чтобы место вблизи купели не было загромождено. Представители полиции, спасатели и казаки с вечера 18 января и до 14 часов следующего дня организуют охрану общественного порядка. Также будет обеспечена безопасность движения людей в колонне к месту купели. Приглашаем вас всех в храм, присоединиться к церковному ходу и совершить омовение в купели, освященной на реке Лоба, вот в этом месте, где мы сейчас находимся. Прошу горожан не делать этого в других местах, не отведенных для этого. Берегите себя еще раз с праздником. Татьяна Щукина, Игорь Исаков, телекомпания Лоба. Участники патриотической экспедиции к перевалу Адзабш получили благодарственные письма главы Лобинского района. Их вручил им первый заместитель главы в канун Нового года. Команда патриотов отличается высокой дисциплиной. Практически все, получив приглашение, прибыли в администрацию района. Выпало несколько минут, чтобы еще раз вспомнить этапы экспедиции тех, кто помогал в изготовлении и транспортировке памятника защитникам Кавказа. От имени главы района и от себя личные слова благодарности выразил Олег Кухно. То, что выполнила большая команда патриотов из Лобинского района в год юбилея Победы, оставит след. А главное – память на многие десятилетия о погибших в годы Великой Отечественной войны защитниках Родины. Огромные вам слова благодарности, руководства и просто от себя, как от человека. Дай Бог, что все это у вас получилось, у нас получилось. Этот памятник повторяет установленный комсомольцами на перевале Адзабш 50 лет назад. Огромную и тяжелую конструкцию по частям несли буквально на себе участники экспедиции. И хоть памятник был готов к 70-летию Победы, пришлось ждать лето, чтобы в горах растаял снег. Мы сообща тащили груз. Что мне нравится, это то, что мы с вами, знаете, действительно, я повторюсь, как по неволе вспоминаются годы войны, как тогда наши солдаты тащили на себе все. Вот и вы, как мурашки, как муравьи. Вот именно на себе, несмотря на то, что там тяжело, скользко, камни и все остальное, ну так иначе вы сделали это благое дело. Мы приняли участие в таком очень важном деле, как реконструкция памятника на перевале Адзабш, который был первоначально установлен 50 лет назад, в 1965 году. Он был олицетворением и продолжает оставаться олицетворением памяти всех нас, послевоенных поколений, тем солдатам, офицерам, погибшим, защищая честь и свободу нашей Родины. Я вижу, что вот в вашем отряде очень много молодежи. Это очень хорошо. Вам передана эстафета памяти. Несите ее с честью и достоинством все последующие годы. Хочу выразить благодарность, большое спасибо вам за вложенную такую лепту патриотическую, историческую, поскольку это действительно является ярким примером для подражания подрастающим поколению. Особую благодарность Николаю Семеновичу, он, как и последний из Малькан, за что не берется, всегда доводит дело до конца. Настольный теннис ломинский, он возрождал. Но не то, но он возрождал. А Николай Семенович уже вынашивает новую идею. Он хочет, чтобы на площади Победы, где увековечена память многих героев, тоже появился небольшой памятник защитникам Кавказа. Хорошо, если он будет таким же, как на перевале Адзабш. Нигде у нас памятника нет именно защитников Кавказа. И непосредственно на том месте поставить, не прообраз, а непосредственно копию этого памятника, с тем, чтобы непосредственно действительно и люди знали, и видели, что мы на Кавказе живем. И что это такой памятник. Это было, в принципе, здорово. За патриотизм выполнено работу каждому, кто участвовал в установке нового памятника в городе Кавказа. Александр Сладчиков выразил благодарность. Награды получили те, кто поддерживал участников экспедиции. Всего около 40 человек. Олег Кухнов вручил письма главы района, собравшимся в этот день. Хотя, как признались участники экспедиции, они это сделали не ради славы и почета, а чтобы нынешние и следующие поколения помнили тех, кто проявили героизм и отдали свои жизни, защищая мир. Лобинский отдел МВД подвел итоги 2015 года. Отчетное собрание состоялось на этой неделе. О показателях расскажет Наталья Литвиненко. Подводя итоги деятельности за 2015 год, отдела МВД по Лобинскому району можно отметить, что поставленные перед полицией задачи по поддержанию правопорядка выполнены в полном объеме. Ситуация остается под контролем. С этих слов начал свой доклад заместитель начальника отдела МВД Петр Иванов. В отчетном собрании приняли участие представители района и городской власти, межрайонный прокурор, а также представитель из краевого управления МВД. В текущем периоде личным составом отдела МВД России по Лобинскому району решались задачи по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействию преступности, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. По итогам 12 месяцев 2015 года отделом в целом обеспечен контроль за оперативной обстановкой на территории обслуживания. В 2015 году на территории района зарегистрировано более полутора тысяч преступлений. В отдел МВД поступило более 17 тысяч заявлений, сообщений о противоправных действиях, а это почти на 400 меньше, чем в 2014 году. По большинству обращений принято решение о возбуждении уголовного дела. В своем докладе Петр Иванов подробно отразил работу всех подразделений. В отчетном периоде на территории района отмечается снижение количества совершенных преступлений. Больше всего зарегистрировано краж – около 700. Чуть меньше было совершено противоправных действий в общественных местах. В 2015-м зарегистрировано 65 случаев краж из квартир и более 100 сотовых телефонов. Не обошлось и без тяжких преступлений. Их произошло почти 200. Как было отмечено на собрании, по итогам 2015 года на территории Лобинского района фактов экстремистских и террористических преступлений, а также негативных проявлений межэтнического характера не выявлено. Не допущено и фактов массовых беспорядков, а также группового хулиганства. В целом, в 2015 году подразделениями и службами отдела МВД России по Лобинскому району раскрыто почти 800 преступлений, что на 100 больше аналогичного периода. В отчетном периоде текущего года основные усилия сотрудников отдела МВД России по Лобинскому району были сосредоточены прежде всего на раскрытии расследования преступлений. Однако, несмотря на принимаемые меры, нам не удалось достичь положительных результатов по ряду приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности. Как я отмечал ранее, нам не удалось достичь результативности в раскрытии краж чужого имущества. При общем вале зарегистрированных краж чужого имущества численностью 719 преступлений снизился процент их раскрытия и составил всего 29%. Краевой показатель 33,6%. Причиной сложившегося положения стало отсутствие взаимодействия между службами. В текущем году отмечен рост преступлений, совершенных несовершеннолетними. В отчетном периоде подростками совершено 25 краж и два угона транспортных средств, а также одно умышленное уничтожение чужого имущества. Начальник отдела МВД Юрий Галотан сделал замечание ответственным руководителям подразделений, где показатели преступности выросли и взял их работу под личный контроль. И как заверил участников отчетного собрания Петр Иванов, в текущем году полицейские нацелены более качественно выполнять задачи по защите законных прав и интересов граждан. План мероприятий уже разработан. К нами выработан комплекс мероприятий по исправлению меньшего недостатка в работе, которые отражены в проекте решения совещания. От всего личного состава и себя лично хочу заверить Сергею Владиславовичу и всех участников совещания, что предоставлены перед нами задачи, мы понимаем правильные и способные выплаты. Уважаемые участники совещания, с учетом всех высших перечисленных просчетов оперативно-служебной деятельности, а также в целях повышения эффективности работы по укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью в предстоящем периоде считаю необходимым. Первое. Проанализировать деятельность, проводимую в рамках оперативно-поисковых дел, заведенных в особо тяжких преступлениях, определить и провести дополнительные оперативно-служебные мероприятия по ним. Концентрировать усилия по профилактике и расследите имущественных преступлений, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Третье. Решая задачу против воздействия уличной преступности и обеспечению общественной безопасности, расширить использование по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности, потенциала частных охранных организаций и общественных объединений, правоохранителей направлений, повысить качество решения задач по выявлению и раскрытию коррупционных преступлений, совершенных в особо крупном размере. На этом же отчетном собрании были присвоены очередные звания полицейским отделом МВД России по Лавинскому району. Сразу после рекламы прогноз погоды с Ириной Бирюковой, а этот выпуск новостей подошел к концу. Всего доброго. До свидания.